МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Ксения Туркова, в эфире программа Территория гласности. Сегодня на этой территории мы приветствуем журналиста Григория Пасько и старшину гильдии судебных репортеров Леонида Никитинского. Здравствуйте! Здравствуйте! Что, по вашему мнению, стало, какие события, может быть, стали ключевыми в этом году, уже уходящем, и в особенности, какие события, если говорить о судебно-правовом поле вот в нашей стране? Ну, наверное, Леонид Первым ответил. Вопрос довольно неожиданный. Ничего такого я не вижу в этом году в судебном пространстве, что резко изменило процесс ее постепенной деградации судебной системы. Ключевое событие, конечно, есть в этом году в судебно-правовой сфере. Оно случилось недавно. Это, ну, в общем, скандал в конституционном суде. Выдворение из совета судей Ярославцева и отставка Кононова, которые якобы себе позволили высказаться о зависимости судей. А так, собственно, ничего не происходило. И в том числе и процесс Ходорковского. Ну, он рутинен, он ожидаем, так сказать. И, к сожалению, ожидаем пока что и финал. А Медведев более предсказуем? Он предсказуем, на мой взгляд, он предсказуем в смысле того, что он говорит. Вместо того, чтобы вводить выборность председателя, как предлагалось во всех судах, во всему, в Верховном или в областных, он последний такой элемент демократии в судейском сообществе упразднил. Он, не он, я не знаю. Ну, это, конечно, сокращение юрисдикции присяжных. Очень подлое, очень необсуждаемое совершенно никак с обществом. Но ведь говорит же Медведев о модернизации судебной системы. Вот вообще сейчас такое модное это слово, модернизация. Все его муссируют, муссируют, выйдет вообще из него что-нибудь. А консервативная модернизация, да. Во-первых, телефонного права уже нет давни-давно. А он говорит, что его надо побороть. Оно приобрело очень странный вид, на самом деле. Это глубокая тема. Просто судьи сами уже понимают. Им никто не звонит, они сами знают. Это, к сожалению, как журналисты. Как журналисты. Которые уже сами понимают. Да, они сами все понимают, не надо никаких списков. И очень важную тему подняла Морщакова в докладе. Тема заключается в следующем, что судьи доведены до положения каких-то... Ну, как бы из студентов их вернули в седьмой класс средней школы. То есть у них нет рамок для того, чтобы быть умными людьми. Любой судья, который проявляет какую-то инициативу и некий разум, да, и выносит такое решение, это решение просто отменяется, он получает галку там, что отмена – это всегда плохо. И он оказывается под угрозу увольнения. Поэтому система выстроилась в какой-то... Они, на самом деле, судят не обезьяны, они, в общем, мыслящие люди, они прекрасно все понимают, но они поставлены в такие рамки, в которых они, в общем, шаг левый, шаг вправо и все. Но, к сожалению, это не так. И все это очень задано, работает как бы неинтересно. Я был на деле Ходорковского, с интересом он как раз, Лебедев, там, терзал какого-то свидетеля, первого, по-моему, я забыл уж как его фамилия, но это была корида такая, правда, в одни ворота, потому что он его просто рвал, как канарик, вот там, кот. Это было очень интересно наблюдать, но это прекрасный театр не перед кем, да? Если бы это был суд присяжных, все было как бы, да, понятно, оправданно, да? Этот судья Данилкин, про него говорят, что он неплохой человек, и он производит такое впечатление. Я тоже слышала, да? Да, но проблема в том, что решение, которое он вынесет, менее всего зависит от того, что он думает, каким он человеком на самом деле является, так сказать. Григорий, а у меня к вам вопрос. Вот я знаю, что вы проводили исследования, какие-то сравнительные, да, содержания в тюрьмах российских и зарубежных. Вообще-то я проводил исследования по шпионским делам, но будучи в Америке и в разных странах Европы, и в том числе в российских тюрьмах, в некоторых я был, в некоторых в качестве сидельца, в некоторых в качестве журналиста, я могу сказать, вот, что там и как там. В рамках Российской Федерации это ужасно. Это просто жутко, потому что заключенный попадает в КПЗ, в ИВС, в СИЗО, он живет только одним. Быстрее попасть в лагерь. Потому что колония дает возможность элементарно двигаться, передвигаться. Там еда другая. Там, кстати, и медицинское обслуживание другое. А СИЗО человек еще не виновный, не приговоренный судом, он уже попадает в условия фактические, равные особому режиму. Вот что такое у нас СИЗО. Плюс еще фактор дикий, никем не отмененный, записанный в правилах содержания в СИЗО. Это наличие следователя, который диктует буквально все. За этим всегда стоит следователь. Передача лекарств, передача почты книг, передача продовольственная передача, свидание с женой и с родственником, свидание с адвокатом. Все отдано этими правилами на откуп следователю. И администрация СИЗО смотрит в рот следователю. Что он скажет, так оно и будет. Отсюда мы имеем смерть Магницкого. Если будет указание откуда-то со стороны гнобить и всячески издеваться над Лебедевым и Ходорковским, то же самое будет. В каких условиях содержится? Вы их наблюдаете? По-вашему, они как вообще себя чувствуют? В московских СИЗО стало получше, когда начали допускать иностранных наблюдателей и пообещали им 4 квадратных метра на человека. Это более-менее соблюдается. Но с чем сравнивать? Если сравнивать с красноярскими тюрьмами или с Владивостовскими СИЗО, то в Москве получше еда, получше обеспечение простынями какими-то. Но это все далеко от того, что считается нормой, допустим, в Европе, куда Россия все время смотрит. И, кстати, этой реформой предусмотрено огромное количество денег выделит гуиновским работникам на то, чтобы они изучали тот заграничный опыт. Гриша еще забыл сказать следующее, что есть еще такой аттракцион, как доставка в суд. Доставка в суд из изолятора. Это спускает полшестого или в пять утра там в отстойник. Это все многие описывали. Через пробки тащится машина. Потом она ночью через пробки может несколько часов тащиться обратно до изолятора. Я был поражен, насколько энергично выглядит Лебедев. Я не знаю, на чем он держится. Он очень энергичный. И он, главное, деловит. Да. Ничего не пропускает. Просто, надеюсь, сила духа. Сила духа, да, да, да. Не, они вообще здорово держатся. И в этой реформе, возвращаясь к ней, концепции реформы, там нет того, чтобы убрать следователя от диктата своего, убрать врачей, вообще всех врачей системы ВСИН, надо убрать из подчинения ВСИН, а передать их в Минздрав. Чтобы они, наконец-то, вспомнили и помнили ежеминутно, ежечасно одну единственную свою законную принадлежность. Это клятвы, да. А не всякие инструкции и правила СИЗОшные, со времен ГУЛАГа еще к нам. Вот эти репрессивные, заключенному, значит, положено, там два свидания в год, там два телефонных звонка сроком по 10. Ну, это бред полный. Нигде в тюрьмах на Западе этого давно уже нет. Давно нет. Если система нацелена на социализацию бывших осужденных, то тогда они ушли от лимитирования всех этих звонков, передач и свиданий. Я был в тюрьме Синг-Синг, это в Осенинге город. До меня там, кстати, были только Ильфи и Петро, как выяснилось. Это начальник тюрьмы мне сказал. И я спрашиваю у заключенного, когда, значит, вот ты, свидание у тебя было с женой. Он говорит, да ну и к черту, говорит, неделю назад было, заколебал. Он чуть ли не каждый день ко мне хочет ездить. А там можно каждый день. И звонить можно, телефон висит, бросил квотер этот, и звони сколько влезет. Хорошо в баскетбол поиграл.